Всем привет! Наконец-то Федеральная антимонопольная служба начала проверку на предмет создания искусственного дефицита автомобилей в России. Уже запрошена информация о переполненных стоянках логистических терминалов и складов в Подмосковье, где было обнаружено гигантское количество новых автомобилей. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас, за это в конце с меня не смешной анекдот. Антимонопольную службу России заинтересовали переполненные стоянки с новыми автомобилями. Как сказано в письме ведомства, Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области начал проверку на предмет создания искусственного дефицита автомобилей в России. Проверка организована в ответ на запрос председателя Комитета Госдумы по экономической политике Максима Топилина. Интерес депутата вызвали материалы, где были показаны фотографии и видео с парковками, которые заполнены битком новыми автомобилями. В настоящий момент управление ФАС выясняет места размещения парковок, кто ими владеет и какие автомобили находятся на территории стоянок. Напомним, что в мае и июне нами и другими автоблогерами были сделаны серии видеорепортажей со стоянок логистических терминалов Подмосковья, гигантских парковок, откуда автомобили разъезжаются по дилерским центрам страны. Результаты удивили. Несмотря на разговоры о дефиците машин в России, площадки оказались забиты почти до отказа. В частности, тогда нашлись большие партии Kia, Hyundai и ленинградской сборки, тысячи китайских HVL и Geely и много автомобилей Mercedes-Benz. Однако уже в июне автомобили перевезли, и стоянки уже якобы опустили. Дилеры утверждают, что стоянки остаются заполненными не потому, что злобные маркетологи сознательно не хотят продавать автомобили, а якобы дело в том, что собственные склады дилеров еще не опустили, и поэтому их просто нет нужды пополнять с центральных терминалов. К тому же дилеры говорят, что обнаруженные нами в Подмосковье 40 тысяч автомобилей – это запас на месяц-полтора даже в условиях рухнувшего рынка. Теперь посмотрим, как они заговорят после проверок ФАС. Ну и обещанная мною шутка юмора. На вопрос, чего вы достигли в жизни, американский пенсионер отвечает достатка. Китайский пенсионер – много детей и внуков, а русский пенсионер – пенсионного возраста. А на этом все, буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Как вы думаете, дефицит авто искусственный или нет? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное помните, только тот, кто делает, чему-то учится.